И вы считаете, что этому можно научиться? Можно, конечно. Что это не дар? Ну, это, вы понимаете, как... Но для начала всё-таки... Дело в том, что, значит, я со своими студентами сейчас занимаюсь чтением классики. Слух. Слух, конечно, они мечтают. Я им говорю, что сначала прочитайте про себя. Не про себя в буквальном смысле этого слова. А сначала познакомьтесь с текстом. Узнайте, кто автор. Почему он это написал. При каких обстоятельствах. Ведь это очень интересно. Знать, кого ты читаешь и почему ты читаешь. Например, вот я всегда... Они читают у меня стихи. И, допустим, один сейчас читает, сын артиллериста Симонова. Был у майора Пронина друг, товарищ Петров. Понимаете? Это очень известное произведение сына артиллериста. Вот. Или же, как читать Есенина? Письмо к женщине. Надо знать, кому он это написал. Почему он так с ним, ну, разговаривает, с нею, да? То есть, там должен быть какой-то уже компонент эротический? Нет. Чувственный, романтический? Не только чувственный. Там это исповедь. Это исповедь поэта. Вы помните. Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате. И что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили нам, пора расстаться. Что вас измучила моя шальная жизнь. Что вам пора за дело приниматься. А мой дел катиться дальше, вниз. И откровение пошло. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском Я был, как лошадь, загнанная в мыли, Пришпоренная смелым ездоком. И так далее. И в финале потрясающая вещь. Говорит, теперь я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем. Что не нужна вам наша маята, И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда Под кущей обновленной сени. С приветствием, восполняющий всегда Знакомый ваш, Сергей Есенин. Я вот подумал, что... Почему он так говорит? Да. Почему? Почему он с ней так разговаривает? Потому что он прекрасно все понял. Какой он знакомый. Он любил ее, он был с нею близок. Но в письме он поддеть, чтобы еще разочек ее как-то. Он говорит, знакомый ваш, Сергей Есенин. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.